Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спасибо всем, кто присоединился, подключился к нашему вебинару. Меня зовут Елена Викторовна Рижская, я методист издательства Айрис Пресс. И сегодня мы будем с вами говорить о формировании и развитии высших психических функций у детей младшего школьного возраста. Формирование высших психических функций на уроках и во внеурочное время. Почему эту тему мы взяли для вебинара? Да потому что высшие психические функции, но согласитесь, это наше все. Что это такое? Это мышление, память, речь, внимание, восприятие. Без мышления совершенно невозможно развитие, к примеру, восприятия или внимания. Без восприятия невозможно развитие мышления, памяти, речи и так далее. Поэтому все высшие психические функции, они неразрывно связаны между собой. И вот о развитии каждой из них, об особенности развития высших психических функций у детей младшего школьного возраста мы сегодня и будем говорить. Вообще надо сказать, что высшие психические функции – это очень специфические психические функции человека. К ним относят, как я уже говорила, память, внимание, восприятие мышления, речь, воображение. И надо сказать, что это очень сложное системное образование, которое формируется у человека всю его жизнь. Вот с момента рождения формируются высшие психические функции. Конечно же, не сами по себе, с помощью взрослых и так далее, когда человек маленький еще совсем. Они опосредованы по настроению, прежде всего, речью. Они сознательны по способу осуществления и произвольны по способу управления. Как я уже говорила, высшие психические функции не даются изначально, а формируются у человека при жизни, всю его жизнь. Они социальны по происхождению. Они характеризуются произвольностью, то есть происходят с участием воли, развиваются. Они системны, как я уже говорила. Они взаимосвязаны друг с другом. Они опосредованы речью, то есть формируются и осуществляются через речь. Они пластичны, способны к взаимозамене и развитию. Вообще, надо сказать, что процесс развития высших психических функций начинается задолго до прихода ребенка в школу. Он начинается еще во младенческом возрасте, сразу с рождением ребенка. Маленькие детки учатся постоянно в игре, на прогулке, наблюдая за родителями, наблюдая за окружающим миром и так далее. Когда ребенок приходит в школу, то для того, чтобы у него не было проблем при обучении в школе, высшие психические функции должны быть сформированы уже на определенном уровне. Какова же общая характеристика младшего школьника, ребенка, который пришел к нам в школу? Для него, если раньше ведущий тип деятельности была игра, то в школе ведущий тип деятельности – это какая? Это, естественно, учебная деятельность. Важная очень роль, очень важная роль принадлежит и эстетической деятельности. Что касается эмоционально-волевой сферы, то у ребенка в этом возрасте происходит усиление сдержанности и осознанности в проявлении эмоций, повышение устойчивости эмоциональных состояний. Аффективный уровень реагирования на различные вредности является ведущим. У ребенка развивается воля, развивается саморегуляция, самоконтроль. Растет и умение проявлять волевые усилия. Не у всех детей, конечно, но это характерно для детей младшего школьного возраста. Усложняется структура волевого действия. За счет чего? За счет усложнения мотивации постановки цели и выбора путей ее достижения. И формируется, это то, к чему мы стремимся, формируется произвольность поведения и деятельности. Поскольку ведущая деятельность учебная, что же происходит с познавательной мотивацией у детей в этом возрасте? Два компонента – направленность на содержание материала и на процесс обучения. Именно мотивация влияет на успеваемость больше, чем уровень мышления, интеллекта. Нарадственное развитие в этом возрасте, что касается его. Идет очень активное усвоение норм, правил, взаимодействие с другими людьми, формирование ценностных ориентиров. Очень существенно меняются представления о справедливости от нравственного реализма к нравственному релятивизму. Коммуникативная сфера. Коммуникативная сфера – очень важная, так сказать, составляющая ребенка этого возраста. Возникают коллективные связи. Начинает формироваться общественное мнение. Начинает формироваться взаимная оценка. Требовательность друг к другу. Конечно, требовательность, прежде всего, друг к другу, к себе уже потом. И мы работаем над этим и очень активно. Дружба детей в этом возрасте в основном связана с какими-то внешними признаками. Основана дружба, как правило, на общности внешних жизненных обстоятельств и случайных интересов. Для детей этого возраста характерен высочайший авторитет, кого, коллеги, конечно же, учителя. Не зря дети помнят своего, любой человек помнит своего первого учителя на протяжении всей своей жизни. Это особенность коммуникативной сферы детей младшего школьного возраста. Как я уже сказала, характерен высочайший авторитет учителя. Вообще, надо сказать, что это очень благополучный период, такой сензитивный. Дети этого возраста очень открыты, очень отзывчивы, доверчивы, общительны. Им очень важно мнение других людей о себе, как он справляется, не справляется. Иной раз дети боятся отвечать у доски, может быть, боятся отвечать перед всем классом. Поэтому для каждого ребенка, учитывая индивидуализацию обучения, для каждого ребенка в классе должна быть создана ситуация успеха, когда он молодец. Вот у него не получалось, не получалось, не получалось. Что-то маленькое получилось, он молодец. Посмотри, как красиво, потихонечку мы ему говорим, посмотри, как красиво ты написал вот эту букву, вот этот элемент. Для ребенка в этом возрасте это очень важно, вообще это важно. В любом возрасте, но для маленького ребенка особенно. Какие же основные причины неуспеваемости младших школьников? Не неуспеваемость, как получение двоек, а неуспехов младших школьников. Одной из причин вот таких трудностей у детей младшего школьного возраста является недостаточная сформированность высших психических функций, с которых я начинала свое выступление. И формируют их в детском саду, в дошкольном возрасте. Смена ведущей деятельности, как я уже говорила, у дошкольников ведущая деятельность игровая, сейчас учебная. Так вот, смена ведущей деятельности, учебная деятельность, что она требует? Она требует усидчивости. Она требует терпения, сосредоточенности и внимания на протяжении нескольких часов. Ребенку и ребенок понимает, что ему сейчас очень важно внимательно слушать учителя, запоминать большой объем новой информации. Ему нужно учиться думать, рассуждать, логически мыслить, анализировать, обобщать. Представляете, вот ребенок пришел в первый класс, ему все это надо делать. Многие нынешние первоклассники не совсем готовы к такому умственному труду. Поэтому развитие неречевых психических функций на уроках, во время внеурочной деятельности у младших школьников является очень актуальной проблемой. И вот нейропсихологический подход, все знают, что такое нейропсихология, да? Так вот, нейропсихологический подход к проблеме отклоняющегося поведения, если мы видим, что что-то не получается у ребенка, не может внимательно слушать, даже учитывая психологические особенности детей этого возраста. Когда мы видим, что он не может запомнить, он страдает от этого. Так вот, нейропсихологический подход к проблеме отклоняющегося поведения раскрывает причину, нам важно знать причину, почему это с ребенком происходит. И вот именно он раскрывает причины неуспешности детей в школьном обучении с точки зрения теории полушарной асимметрии мозга, а также выявляет доминирующие виды недоразвития каких-то, недоразвития громко сказано, недоразвития каких-то высших психических функций. То есть показывает нам, на что надо обратить внимание. У ребенка не может запомнить достаточно долго. Именно нейропсихологический подход поможет нам определить, а что сделать-то, как ему помочь. Он абсолютно, к примеру, абсолютно нормотипичный ребенок. Как ему, ну вот такие у него проблемы. Вот как ему помочь? Именно вот нейропсихологический подход и нам в этом поможет помочь ребенку. Потому что чаще всего у детей с трудностями обучения обнаруживается что? Я уже, ну может быть, сегодня говорила. Сниженная работоспособность, колебания внимания, недостаточная сформированность речи, недостаточное развитие функций программирования и контроля, зрительно-пространственной и трудности. Трудности переработки слуховой и зрительной информации. Как бы я рекомендовала, ну вот, учителям решать эту проблему? Пусть слово нейропсихология вас совершенно не пугает, не отпугивает. Вот смотрите, перед вами на экране вот такое пособие, которое называется нейропсихологические занятия с детьми. И в этом пособии, в этом пособии есть программа, которая называется нейропсихологическое сопровождение развития детей 5-12 лет. Что это за программа? Программа представляет собой цикл. Это 24 занятия с детьми, возраст которых я вам указала. Работа с детьми, у которых снижена внимание, память, общая работоспособность, у которых есть эмоционально-волевые проблемы, у которых есть трудности речевых процессов, письма, чтения, математических навыков. Вот такие проблемы. Есть же у нас дети с такими проблемами? Конечно, есть. Это даже не проблема. Это трудности ребенка. Так вот, упражнения основного блока какие же предлагаются? Дыхательные, глазодвигательные, растяжки, упражнения двигательного репертуара. На каждом занятии проводятся эти упражнения. И к каждому упражнению даются очень точные рекомендации. Конечно, эти упражнения на уроках, на уроке все выполнять, допустим, не получится. Но, например, глазодвигательные упражнения, они никогда никому не мешали, согласитесь. Дыхательные упражнения, они никогда никому не мешали. Так вот, если вы видите, что дети в массе, вот класс, устали работать, да, снизилось внимание, а давайте мы с ними проведем дыхательные упражнения или глазодвигательные упражнения, которые рекомендуют нейропсихологи. Они плохого не посоветуют, поверьте мне, как специалисту. И вот на уроке со всеми детьми можно провести эти упражнения. Ну, а после уроков, естественно, как вы считаете нужным. Потому что данная программа, нейропсихологическое сопровождение развития детей, она может применяться и для индивидуальных, и групповых заданий. Как я уже говорила, четыре основных блока я перечислила. Вот, и очень легко ей пользоваться, и существенную помощь детям, конечно, мы оказываем, используя советы нейропсихологов и различные упражнения из этой программы. Вот в этом пособии, нейропсихологические занятия с детьми, о которых я вам сейчас рассказывала, есть еще одна очень уникальная вещь, которая нам помогает, и мы этим пользуемся. Здесь есть задания для детей с речевыми трудностями. Это программа, которая называется «Логопедические упражнения для детей 5-7 лет». И дополнительные упражнения по развитию артикуляционной моторики, по совершенствованию слухового восприятия, по развитию фонематического восприятия, формированию навыков фонематического анализа и синтеза и развитию слуха речевой памяти. Это создает условия для детей 7 лет, для успешного овладения грамотой и хорошей успеваемости в школе. А теперь, уважаемые коллеги, давайте перейдем непосредственно о формировании каждой высшей психической функции у детей младшего школьного возраста. И начнем мы с мышления, потому что мышление определяет все. Вот у таких маленьких детей Лев Семенович Выгодский в свое время назвал данный возраст, когда дети, младшие школьники, сензитивным периодом для развития понятийного мышления. Согласно тому же Выгодскому, обучение в школе выдвигает мышление в центр сознательной деятельности ребенка. И мышление вот этого маленького ребенка в младшем школьном возрасте переходит от наглядно образного к словесно-логическому понятийному мышлению. Именно благодаря вот такому переходу мышления на новую, более высокую ступень происходит и перестройка всех остальных психических процессов. У ребенка появляются логически верные рассуждения. И развитие других психических функций зависит от развития мышления. Прямым образом зависит от развития мышления. Именно поэтому я с мышления и начала. Именно в этом возрасте преимущественное развитие получает словесно-логическое мышление. Если в первые два года обучения дети много работают с наглядными образцами, то в следующих классах объем такого рода занятий несколько сокращается. Образное начало все меньше и меньше оказывается необходимым в учебной деятельности. Во всяком случае при освоении основных школьных дисциплин. Это соответствует возрастным тенденциям развития детского мышления, но и в то же время слегка обедняет интеллект ребенка. Вот такое непостоянное использование наглядных образцов. И в этом возрасте можно выделить две основные линии развития психических функций. Функции интеллектуализацию и произвольность. На экране вы видите коллеги пособия, которые мы очень активно используем для развития мышления. Но я сразу хочу вам напомнить, что все виды высших психических, все высшие психические функции, они неразрывно связаны между собой. И я уже об этом говорил. Поэтому те пособия, которые я вам буду показывать, вот, ну, например, для развития мышления, они развивают не только мышление, но и внимание, и память, и речь, и так далее. Первое пособие, на которое мне хотелось бы обратить ваше внимание, оно называется «Прикольные ребусы». Почему я с ребусов начинаю? Да потому что ребусы – это не просто занимательная игра. Попробую угадать этот ребус. У меня это получается, но так затруднительно. Ребусы – это не только занимательная игра, это очень активное развитие ребенка. В наборе представлено 300 ребусов. Представляете, 300 на совершенно разные темы. Каждая карточка – это отдельная тема. Карточки нескольких типов и разной степени сложности. Можно на уроках использовать? Конечно, можно. Кто-то из детей быстрее всех выполнил задание. Чтобы что-то не придумывать, даем ему этот ребус. Пусть попробует. А потом это можно вывести на экран, если у нас есть такая возможность. Чтобы остальные дети посмотрели, чтобы им тот ребенок, который разгадал там несколько ребусов, чтобы он им объяснил, как разгадываются ребусы и так далее. Вот так незаметно, не силой, мы развиваем мышление детей, разгадывая ребусы. Дальше посмотрите на этой же картинке. Китайские головоломки. Боже мой! Это не значит, что там китайский язык и так далее. В наборе собраны примеры на сложение и вычитание в пределах 20. Дети любят решать такие головоломки. Конечно. Вместо чисел, да, сложение и вычитание в пределах 20. Но вместо чисел в примерах данной картинки, каждая из которых обозначает определенное число. Какое? Какое. Это как раз и предстоит угадать ребенку, чтобы решить задачу. То же самое можно на уроке, можно вывести на экран, можно, чтобы все дети попробовали. Вот такие пособия мы используем, с помощью которых из подволь мы развиваем мышление, память, внимание и так далее. Какие еще пособия я рекомендую использовать для развития мышления? Посмотрите, пожалуйста, на экран. Пирамидка. Такое пособие, которое для развития мышления мы применяем очень и очень активно. К ней, к каждой пирамидке, есть методические рекомендации, которые вы видите на экране. Для чего? Расписано все подробнейшим образом. Оказывается, вы знаете, до тех пор, пока я не познакомилась с этим пособием, я и думать не думала, что могут быть такие задания к обычной пирамидке. Вот карточки видите? Вот на этих карточках прописаны, в методичке прописано, какие задания, как нужно давать эти задания, в каком порядке. А на карточках даны сами задания, которые дети могут выполнять. Во-первых, все занятия выстроены от простого к сложному. Основной дидактический принцип, который никто не отменял. Для развития... Что мы прежде всего развиваем, работая с пирамидками? Зрительное восприятие, пространственное восприятие, конечно. Но в первую очередь логическое мышление. Какие же задания предлагаются в методических рекомендациях и на карточках для развития логического мышления? Собираем пирамидку по значкам. Это вообще достаточно трудно. Вот посмотрите, если это видно на карточках. Собираем пирамидку без совпадения с образцом. Вот дан образец. Нужно собрать пирамидку без совпадения с этим образцом. Трудно ребенку. Это надо еще объяснить, что такое без совпадения с образцом. Но тем не менее объясняем, то есть как угодно, но так, чтобы это не совпадало с образцом. Собираем по схеме со стрелками. Задания вы видите, вот эти карточки со стрелками на экране. Рисуем схемы со стрелками по пирамидке. Собираем по описанию с использованием операторов. Это достаточно трудное занятие, но увлекательное. Дети делают, а мы свои задачи по развитию логического мышления выполняем. Следующая высшая психическая функция, которая наряду с мышлением тоже наше все, это восприятие. Итак, восприятие. В начале младшего школьного возраста восприятие недостаточно дифференцировано. Из-за этого ребенок иногда путает похожие по написанию буквы и цифры, например, 9 и 6. Хотя он может целенаправленно рассматривать предметы и рисунки, им выделяются так же, как и в дошкольном возрасте. Наиболее яркие, наиболее бросающиеся в глаза свойства. Какие? В основном цвет, форма и величина. Для того, чтобы ученик более тонко анализировал качество объектов, мы с вами должны проводить специальную работу, обучая его наблюдению, так, чтобы формировалось восприятие. Если для дошкольников было характерно анализирующее восприятие, то к концу младшего школьного возраста при соответственном обучении появляется синтезирующее восприятие. Развивающийся интеллект создает возможность устанавливать связи между элементами тех предметов, которые ребенок воспринимает. Это очень легко прослеживается при описании детьми, например, картины. Несмотря на то, что в этот период большое значение имеет наглядно-образное мышление, непосредственно воспринимаемое ребенком уже не мешает ему рассуждать и делать правильные выводы. Какие же пособия я могу порекомендовать для развития восприятия? Например, вот такой набор, который называется «Математика для начальной школы». И состоит он из шести наборов, в которых карточки, в которых мы отрабатываем не только математические навыки, которые мы должны детям дать в процессе обучения в начальной школе, но и наряду с мышлением мы развиваем зрительное восприятие и пространственное восприятие. Вот ребенок составляет задачи, ищет решения, открывает для себя наиболее рациональный вычислительный метод. Таким образом, развиваясь, их можно использовать не только на уроках, но и во внеурочное время, в группе продленного дня или на каких-то дополнительных заданиях, если мы видим, что это необходимо развитие восприятия ребенка. Следующие пособия для развития восприятия – это пазлы. «Коллеги, какие же они красивые, эти пазлы! Как же интересно их собирать!» Я никогда не любил пазлы собирать, но эти почему-то я вот собираю. Важны они для развития восприятия? Конечно. Какое восприятие? Зрительное и пространственное. Мелкую моторику развиваем? Конечно. А логическое мышление? Безусловно. Как правило, мы собираем пазлы во внеурочное время, в группе продленного дня, дома и так далее. Когда дети работают с этими пазлами, они осваивают три способа сборки. Во-первых, по картинке. Во-вторых, по форме деталей, по картинке. То есть сначала рамку, а потом весь пазл. И сборка с обратной стороны. Вот с обратной стороны это высший пилотаж. Я не смогла. Называют все... Кроме того, они называют все предметы. Мы их просим. Как восприятие внимания-то развивать? Они называют все предметы, находят их на картинке. И еще есть задание. Найти пять отличий от картинки на коробке. Вот такие замечательные пазлы. Ну, а на этом слайде, коллеги, вы видите следующее пособие для развития восприятия. Это прописи. Прописи. Не те прописи, в которых мы пишем на уроках. А у них несколько другие задачи. Во-первых, эти прописи разработаны специалистами с учетом нейропсихологических особенностей развития детей. Поэтому, ну, я смело могу сказать, что они являются залогом успешной учебы. Когда дети работают в этих прописях, они развивают зрительное и пространственное восприятие. Кроме того, мелкую моторику очень хорошо. Зрительное восприятие – это восприятие цвета. Слуховое восприятие. Вот такие изумительные прописи, которые разработаны специалистами с учетом нейропсихологических особенностей детей. Следующая высшая психическая функция – это память. И развивается она в младшем школьном возрасте в двух направлениях – произвольности и осмысленности. Дети непроизвольно запоминают учебный материал, тот материал, который вызывает у них интерес, который преподнесен в игровой форме, который связан с яркими наглядными пособиями или образами воспоминаний. Но, в отличие от дошкольников, младшие школьники способны целенаправленно, произвольно запоминать материал, который им не совсем интересен. То есть включается произвольная память. С каждым годом все в большей мере обучение строится с опорой на произвольную память. Таким образом она постепенно развивается. Вообще надо сказать, что младшие школьники, так же, как и дошкольники, обладают очень хорошей механической памятью. Многие из них на протяжении всего обучения в начальной школе механически заучивают учебные тексты. Это приводит к значительным трудностям в средних классах. Именно поэтому мы должны от этого уходить. Совершенствование смысловой памяти в этом возрасте дает возможность освоить достаточно широкий круг рациональных способов запоминания. Когда ребенок осмысливает учебный материал, понимает его, он его одновременно и запоминает. Таким образом, интеллектуальная работа является в то же время мнемонической деятельностью. Мышление и смысловая память оказываются неразрывно связанными. Следует отметить, надо сказать, что младший школьник может успешно запомнить и воспроизвести непонятный ему текст. Поэтому мы, взрослые, контролируем не только результат, точность ответа, правильность пересказа, но и сам процесс, как, какими способами ученик это запомнил. Какие же пособия можно рекомендовать для развития памяти использовать на уроках и в неурочное время? Но, опять же, это карточки. Они много места на партии не занимают. Ребенок, если справился с заданием быстрее других, можно использовать эти карточки. Отличительная особенность этих карточек в том, что материал не подается ребенку в готовом виде. Поэтому ему нечего механически запоминать. Это карточки по русскому языку. Перед вами на экране ребенок решает различные орфографические задачи и выбирает правильное написание не на слух, а с помощью орфографических правил, то есть тех выполненных задач, которые перед ними стояли, и указанных на карточках с кем. Когда ребенок играет вот с этими карточками, выполняет задания, он самостоятельно осваивает необходимые орфографические действия. А поскольку он осваивает их самостоятельно, то, соответственно, он и запоминает эти правила. Поэтому все игры по этим пособиям ориентированы на визуальное восприятие орфографической деятельности, то есть непосредственное видение орфограмм в словах. Почему дети, да и взрослые допускают ошибки в словах? Они не видят эти орфограммы. Вот с помощью этих карточек ребенок начинает видеть орфограммы в словах, поэтому делает минимальное количество ошибок. Следующее пособие, которое называются, они так и называются, пишем без ошибок и грамотей. Вот здесь задания разработаны нейропсихологами. Учитываются нейропсихологические особенности развития детей. Поэтому можно сказать, что эти карточки, ну не то, что являются залогом безошибочного письма, но помогают ребенку писать без ошибок. Кроме того, даны обязательные инструкции для взрослых, как этими карточками пользоваться. Детям интересно, они хорошо запоминают, а мы свои задачи тем самым выполняем. Пособие для развития памяти – это справочники. Справочники по математике, по русскому языку, ну, естественно, по английскому языку. Каждый справочник содержит полный курс предмета. Материал, вы видите на экране, представлен в виде таблиц. Каждая таблица расположена на отдельной странице, так, чтобы ребенку было понятно и хорошо видно. Наглядная подача информации в схемах, графиках, рисунках – все это позволяет ребенку легко усвоить тему при любом уровне подготовленности. Внимание, вот такая высшая психическая функция, как внимание, развивается в начальной школе. Конечно. Почему? Да потому что без достаточной сформированности этой психической функции процесс обучения невозможен. На уроке мы привлекаем внимание учеников к учебному материалу. Ребенок должен удерживать его длительное время. Время переключаем детей с одного вида работы на другой. Младшие школьники уже способны концентрировать внимание на неинтересных действиях, но у них все еще преобладает непроизвольное внимание. Произвольное только-только формируется. Для них внешнее впечатление – сильный и отвлекающий фактор. Им трудно сосредоточиться на непонятном и сложном материале. Поэтому мы используем пособия, которые помогают развивать у ребенка произвольное внимание. Что же это за пособия, которые я могла бы рекомендовать? Перед вами на экране ребусы, которые называются «Счет в пределах 20», «Счет в пределах 100» и «Ребусы для самых любознательных». Это не просто занимательная игра. Это активное развитие ребенка, где ребенок, выполняя задания, должен быть предельно внимательным. Здесь в наборе представлены карточки с ребусами на разные темы. Каждая карточка – отдельная тема. Они нескольких типов и разной степени сложности. Более того, в конце каждого блокнота даются ответы, когда ребенок может проконтролировать, правильно ли он выполнил работу. Следующие пособия на внимание, которые мне хотелось бы порекомендовать – вот такие блокноты, которые называются «75 задачек на внимание». представлены занимательные задачи именно на внимание. Ребенок ищет спрятанные предметы, он ищет отличия в картинках, проходит запутанные лабиринты. Выполнение всех этих заданий требует произвольного такого предельной концентрации внимания? Конечно. А мы ему в этом помогаем. Следующая высшая психическая функция – это речь, которая является одним из важнейших психических процессов младшего школьника. Одной из функций речи, которые выступают на первый план, становится коммуникативная. Раскрыть коммуникативную функцию языка для ребенка значит научить его планировать, высказывать свои мысли языковыми средствами, предвидеть возможные реакции участников общения, контролировать свою речевую деятельность. Устная речь, а письменная речь тоже имеет свою особую специфику. Она требует большего контроля, чем устная. Ребенок овладевает письмом в первом классе вместе с письменной речью. И вот усвоение письменной речи качественно изменяет и устную речь ребенка. Письменная речь является очень трудной, очень трудной, но тем не менее мы это делаем с помощью вот таких пособий, которые я вам сейчас покажу. Первое, с чем мне хотелось бы вас познакомить, это читательские дневники. Вообще читательский дневник для нас с вами, вспомните, уважаемые коллеги, когда мы с вами учились. Не забудьте заполнить читательский дневник. Автор, название, сколько времени читал, сколько страниц прочитал. Вот я утрирую, конечно, немножко. Сейчас читательские дневники имеют совершенно другое содержание, еще и развивающее. Что же это такое? Это специальная тетрадь, вы их видите на экране, эти тетради. К литературным произведениям по внеклассному чтению в начальной школе. Какова цель читательского дневника любого? Научить ребенка делать выводы из прочитанного, помочь ему лучше запомнить и понять произведение, рассказать о нем, сформировать у младшего школьника навыки работы с текстами художественных произведений и, конечно же, развивать культуру читателя. Читательский дневник, вот те, которые я вам сейчас показываю, помогают описывать ученикам свои впечатления от этого произведения. Самостоятельно оценивать содержание, язык, структуру произведения. Речевое внимание развивается, когда мы работаем по этим читательским дневникам. Конечно, к языковой стороне текста. Внимание к деталям. Умение анализировать лингвистическое, стилистическое и художественное своеобразие текста. Чему же поможет читательский дневник? Он поможет ребенку понять и запомнить первые школьные произведения. В нем не дается, сколько страниц он должен прочитать, вот сколько прочитал, и оценить то, что он прочитал. Способствуют читательские дневники речевому развитию? Конечно, способствуют. Ребенок может пересказать то, о чем он прочитал, то, что ему понравилось, или то, что ему не понравилось, какой герой и почему. Познавательную и творческую активность развивают читательские дневники? Конечно. А вот здесь вы видите, ну, так сказать, внутреннее, вы видите, даже не внутреннее, вы видите содержание читательского дневника. Обратите внимание, пожалуйста, на вопросы и на задания, которые даются ребенку. Те читательские дневники, о которых я сейчас рассказывала, они все с наклейками. И наклейки дети очень любят. И вот на этом слайде вы видите перед собой развороты читательского дневника с необычными и интересными заданиями, выполняя которые дети развивают речь и читательскую культуру. А теперь, уважаемые коллеги, несколько слов о том, как мы можем помочь ребенку убрать, вернее, помочь ребенку с трудностями, которые возникают у них, у него на уроке, например, русского языка, литературного чтения или обучения грамоте в начале первого класса. Вот очень известный нейропсихолог Ирина Праведникова. Вы видите перед собой на экране вот такие пособия, с помощью которых мы можем оказать ребенку такую максимальную помощь, чтобы убрать все те трудности, с которыми он сталкивается. То, что касается речи. Первая тетрадь называется буква за буквой. Мы отрабатываем овладение техники чтения и правильное понимание текста. Преодолеваем типичные трудности. Какие же? Угадывающее чтение, потеря строки, пропуск слов и так далее. То есть ребенок учится грамотно читать. Следующая тетрадь, с которой мне хотелось бы вас познакомить, она называется слово за слово. Ребенок овладевает, учится понимать смысл текста, овладевает техникой чтения, обучается пониманию смысла прочитанного и преодолевает трудности в понимании текста. Вот так потихонечку идем, идем, идем. Следующая тетрадь, она называется строчка за строчкой. Здесь ребенок не просто учится понимать текст, а он учится понимать образную речь. Он уже научился потихонечку читать. Учится понимать образную речь, образные слова, образные выражения. То есть всему, что помогает делать нашу речь красивой и правильной. Следующая тетрадь. Точка-точка, два крючочка. Даже по названию понятно, что учимся красиво писать. Мы преодолеваем трудности в обучении письму и формируем красивый почерк, насколько это возможно. Следующее пособие по речевому развитию, которое мы очень активно используем и на уроках, и во внеурочное время, это вот такие карточки, которые называются рассказы по картинкам. Это набор из 50 карточек на цветной стороне, которых даны сюжетные картинки. По этим сюжетным картинкам мы составляем предложения, составляем рассказы, продолжение этих рассказов, все что угодно. И обращаем внимание на черно-белую сторону этих карточек. На ней изображены различные эмоции и слова, которые их обозначают. Для детей это очень важно. Уважаемые коллеги, завершить свое выступление мне хотелось бы несколькими словами по здоровьесберегающим технологиям. Это целый комплекс взаимосвязанных между собой задач, содержания форм, методов и приемов обучения, которые направлены на развитие ребенка с учетом сохранения его здоровья. С внедрением стандарта одним из приоритетных направлений деятельности любого педагога становится здоровьесберегающая образовательная технология. Задачи здоровьесберегающих образовательных технологий в свете внедрения стандарта это сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценности и культуры здоровья. Это для нас с вами, пожалуй, одна из главных задач. На этом, коллеги, я заканчиваю свое выступление. Я надеюсь, что все, о чем я рассказывала, было интересно и полезно. Я желаю вам успехов в вашем нелегком, но таком благородном труде. Где приобретаются эти пособия, вы видите на экране. Это Marketplace, Wildberries, Ozone, Детский мир. Телефон издательства вы видите тоже на экране. Пожалуйста, пишите, звоните. На все ваши вопросы мы с удовольствием отвечаем. Спасибо, уважаемые коллеги. Успехов и здоровья. Всего доброго.